Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет интересный сюжет, в котором может оказаться абсолютно каждый из нас. Вот смотрите, нам часто говорят, учитесь на чужих ошибках. Вот этот автомобиль, все кто подписан на канал, уже видели. История эта началась в июле прошлого года. Друзья, всем привет! Сегодня 9 июля, понедельник. Прошло 7 месяцев и она наконец-то подходит к концу. А в чем дело? А дело в простых пяти буквах О, СА, ГО. Рассказываю и напоминаю кратко. Ехал человек, застрахован, все как положено, все документы, все есть. Остановился пропустить пешехода и сзади ему бам вот так вот въезжают. Он выходит разбираться. За рулем автомобиля виновника сидит человек, у которого ОСАГО нет. И исходя из этого начались такие проблемы, с которыми я не рекомендую никому из вас столкнуться. Поэтому смотрите ролик до конца, обязательно поделитесь им, расскажите вашим друзьям, знакомым. Возможно, жена ваша ездит за рулем, дети, чтобы они понимали, как в такой ситуации действовать. Смотрим. ОСАГО сегодня по закону должен делать каждый из нас. И многие думают о том, что ну вот, кончился полис, ладно, день-два покатаюсь, попозже сделаю. Некоторые вовсе говорят, вот смотри, если ты едешь без ОСАГО, без страховки, тебя останавливает гаишник, штраф 800 рублей. Ну, в первые там 15 дней скидка 400 рублей, я буду так кататься. Другие говорят, да вот дела постоянно, не могу застраховать. Друзья, на сегодняшний день куча онлайн-сервисов, которые помогут вам это сделать. Все, что вам нужно, это взять телефон, компьютер, открыть, зайти на сайт страховки.ру.ру, заполнить простейшую форму и получить полис себе на почту. Все, что вам остается сделать, его только распечатать. Он сразу попадает в базу данных, то есть любой гаишник, который вас остановит, вы ему его показываете, он сверяет номер, все, вы свободны. Цены адекватные, все условия, которые есть у вас со скидочками будут соблюдены. Поэтому переходите обязательно по ссылке в описании, ознакомьтесь с сайтом и как только вам нужна будет страховка, сделайте обязательно через них. Ссылка ждет вас в описании. А сейчас внимательно слушайте ситуацию. Значит, все те, кто ездят без ОСАГО, либо вдруг вы попали в такую же ситуацию, представьте, вы передвигаетесь, возвращаетесь домой и не дай бог к вам кто-то так же влетает в жопу. Первым делом, после того, как вы выйдете, проретесь, расскажете им, какой он козел, какой он невнимательный, да куда ты едешь, нужно прийти в себя и понять, что проблема есть, ее нужно решать. В первую очередь, обязательно, друзья, отфотографируйте место происшествия, как все было. Второе, узнайте, кто сидит за рулем автомобиля, есть ли это собственник автомобиля. И на автомобиле есть ОСАГО, он застрахован, то вы можете выдыхать. Если вдруг сидит собственник автомобиля, но у него нет полиса, либо он просрочен, то, как рассказывают в интернете, нужно делать следующим образом. Договориться с ним, чтобы он сперва съездил, сделал себе полис этот. После этого вы встречаетесь, к примеру, на том же самом месте, встаете, как будто вы только что врезались. Вызываете гаишников и говорите, ситуация нужно оформлять. Поговаривают, что в нашей стране, когда гаишник приезжает и понимает то, что что-то здесь нечисто, можно что-то ему дать. И таким образом вопрос будет решен. Вы можете выдохнуть, вы просто обращаетесь в страховую компанию и получаете ваши денежки. Самое главное, если человек вышел, бьет себя в грудь и говорит, я честный, все классно, мне нужно спешить, извини меня, пожалуйста, все решим, давай разъедемся, встретимся, все порешаем, не верьте на слово. Как минимум залог, говори, 200 тысяч кладешь и будем тогда разъезжаться. Если вы разъедетесь, 99%, ну моя такая общая математика, пиши пропало. Он тебе скажет, я нигде не был, вы что-то перепутали, заблокирует твой номер, до свидания. А дальше уже все, как бы это самая настоящая проблема. Поэтому будьте начеку, друзья, имейте в виду, что такая ситуация, подчеркиваю, может произойти с каждым. Если же вы этого не сделаете, то давайте пригласим сейчас владельца автомобиля, и он нам кратенько расскажет, что вас ждет, а самое главное, сколько времени на это уйдет. Парни, знакомьтесь, наш акционер Михаил. Михаил обратился ко мне с этой проблемой, мы с одного города, мы сейчас находимся в Кашире, говорит, Диман, помоги, нужно что-то решать. Мы отсняли сюжет, и к нам на связь вышел акционер нашего канала Дмитрий, он говорит, я юрист, я как раз работаю по этим направлениям, поэтому давай я вам бесплатно помогу. Друзья, предлагаю сейчас, так сказать, допросить Михаила, чтобы он нам от первого лица рассказал все, что было. Миш, вот смотри, вляпались вы, с тобой связался юрист, ты обратился к виновнику, говоришь ему, так и так, ситуация, он тебе говорит, ничего платить не буду, и что начинается дальше? В первую очередь, с чего дело начинается, это с проведения независимой экспертизы для установления суммы ущерба и подсудности суда, куда подавать в суд. После проведения экспертизы всех, вот Дмитрием адвокатом была составлена досудебная претензия. Была отправлена в виновнику, с почты она не забиралась почти три недели, посчитали, что она осталась без ответа, составлено исковое заявление и уже непосредственно было подано в суд. То есть изначально, представляете, это уже, так понимаю, месяц, да, условно прошел времени? Больше, около двух месяцев. То есть два месяца, а два месяца что происходит? Ни хрена ровным счетом, ты говоришь человеку претензии, а нас же как? Нужно официально бумажкой, то есть то, что ты ему пришел, рассказал, не котируется. Так, подаете в суд, вам назначают первое слушание. Ну, на первом слушании, как бы, виновник сказал, что я с независимой экспертизой не согласен, прошу назначить судебную экспертизу, что суд удовлетворил, так как он вправе защищаться. Вот, и этим он выиграл еще порядка двух месяцев. А подскажи, пожалуйста, а независимая экспертиза, которую ты делал, это платно? Ну, ты же заплатил там денег, и сколько эксперт сказал цена вопроса по ремонту? Ну, по независимой экспертизе была цена ремонта 160 тысяч с копейками. За проведение независимой экспертизы я отдал 6,5 тысяч, 2 тысячи за разбор машины, так как установить скрытые дефекты. И 500 рублей телеграмма была, чтобы уведывать виновника о проведении независимой экспертизы. Так, проходит еще два месяца, назначается судебная экспертиза, дальше что? Она что говорит, экспертиза эта? Ну, была произведена судебная экспертиза, потом еще месяц для того, чтобы судебный эксперт передал дело в суд, уже как свое, там ему уже немножко экспертиза происходит по-другому, там ему задаются поставленные вопросы, могла бы его машина там причинить такие повреждения, вследствие этого ДТП, на основании чего там справки о ДТП, вот, потом уже назначается судебное разбирательство, вот, это еще где-то месяц. То есть это уже, когда было это, я так понимаю, где-то в районе декабря действие происходит? Суд был 6 ноября, ну, дальше виновник на суд не явился, был его адвокат, вот, суд я, в общем, выиграл, в течение 5 дней должно быть изготовлено мотивированное решение, оно было изготовлено 12 ноября. Вот с 12 ноября в течение 30 дней он мог подать апелляцию в Московский областной суд, что он и сделал 9 декабря. То есть в последние дни? В последние дни, да. И этим он выиграл еще порядка 2-2,5 месяца. Друзья, чтобы вы понимали, вот, вы моделируете на себе, вы правы, у вас с документами все нормально, человек неправ, он это понимает, но он вам как бы хочет показать жопу. То есть почему? Он отсрачивает по всеми возможными способами, он понимает, что он проиграет, он виноват, но тем не менее, вот он его, в последний месяц, в последний месяц, и в итоге? Ну, в итоге Московский областной суд не удовлетворил его апелляционную жалобу. Вот, сейчас ждем документы с Московского областного суда сюда в Каширу, и уже будем через приставов. Прошло 7 месяцев, и два суда говорят, что ты прав, он виноват, и он должен тебе денежку, верно? Верно. Какая сумма он тебе обязан сейчас выплатить? Общая сумма 171 тысяча, там, с копейками, это сумма ущерба, судебные издержки, и хорошо, что дело вел акционер нашего канала. И поэтому там нет еще адвокатских. Да, друзья, вы должны понимать, вот здесь ни в коем случае не реклама, то есть человек действительно вышел сам, говорит, я помогу. То есть, пожалуйста, он помог, и он доказал себя не словом, а делом. То есть, все документы, он мне позвонил, Михаил, честно говоря, потому что я доволен. Мне вот прям человек все разжевал, положил, то есть я первый раз в этом деле. Поэтому, если вдруг кто-то из вас, не дай бог, с этим столкнется, я прям со всем уважением и удовольствием контакты на него, на адвоката, оставляю в описании. Значит, суд-то выиграл, тем не менее, как будет развиваться дальше событие? Машина в аресте его сейчас, или как? Да, машина в аресте, у него запрет на регистрационные действия. Как бы суд арестовал машину, но это делается в единичных случаях. То есть, вам условно повезло? Да, условно повезло, суды не любят этим заниматься арестом, это дело приставов они считают. Но все-таки мне повезло, суд наложил арест с 9 ноября. Вот, сейчас придут документы, напишу запрос на получение исполнительного листа и к приставам. В течение 5 дней, если он добровольно не выплачивает, как бы есть обеспечение иска в виде ареста машины, приставы будут изымать машину. То есть, вы понимаете, вот до чего может дойти? До 7 месяцев доказать то, что ты не индюк. Самое, что интересное, вот что может сейчас делать виновник? Он может выставить автомобиль на продажу. Кто-нибудь приедет, скажет, о, какая классная тачка. Купит ее, ну, к примеру, там, за 300 тысяч рублей. После чего отправится ее регистрировать, а ему скажут, сори, у вас запрет, вы ему. А он скажет, а я не знал, ну и так далее. Еще кому-нибудь подкинет проблем. При этом он сможет ему отдать денег, он перед ним ничем не должен. Вопрос решен, но вот кто-то вляпается дальше. Потому что такие люди, как правило, ну, видишь, ну, казалось бы, ты виноват. Отвечай за свои действия. Нет, не хочет. Ремонт встал, точно не посчитаешь. Ну, вот запчасти встали, то есть, ну, не новая, там, свежая крышка багажника, бампер, усилитель. Встала 35500. Ну, а за все в круг, то есть, под ключ, чтобы машина стала как-то. Ну, где-то порядка 70 тысяч. 70 тысяч, но при этом ты с него получишь больше, 170 тысяч. Это на основании чего? То, что суд там как-то высчитывает, что новые запчасти или как? Поясни этот момент. Да, потому что виновник был без страховки. А согласно решению Конституционного суда, непосредственный причинитель вреда выплачивает стоимость деталей без учета износа. То есть, их полную стоимость. То есть, смотри, если бы у него была бы ОСАГО, он в тебя въезжает, тебе бы изначально назначили бы с учетом амортизации, правильно? Да. Но после этого ты можешь также через суд взыскать с него разницу с учетом, что это как будто бы новые запчасти, правильно? Ты имеешь на это полное право. Да, я имею на это полное право. То есть, понимаете, да? Страховая выплачивает только с учетом износа, а она непосредственно на виновника можно подать без учета износа. И виновник будет выплачивать эту разницу. Допустим, по судебной экспертизе у меня ремонт оценен без учета износа 158 тысяч выплата, а с учетом износа 91 там с чем-то. Вот 91 мне бы страховая выплатила, а на остальные там вот эти 60 тысяч я мог бы смело подавать на него в суд, и он бы мне также выплачивает. Слушай, расскажи, пожалуйста, ты вот после момента ДТП сколько времени ездил на разбитом автомобиле, пока нельзя было тебе его начать ремонтировать? Да, я ездил до начала октября. Поближе проверить. Как бы уверяли, что можно ездить, но я решил перестраховаться, и до проведения судебной экспертизы я ездил на битом автомобиле. Вот здесь важно, друзья, если вдруг вы вляпались в такую ситуацию, вы сделали экспертизу, вам говорят, ну, к примеру, там ремонт на 300 тысяч, вы пошли сделали ремонт. Вот этого делать не нужно, потому что в суде человек, ответчик, может сказать, я не согласен, а после этого уже нельзя будет сделать никакую экспертизу, и это будет проблем. То есть вам по-хорошему нужно в любом случае дождаться судебной экспертизы, и только после этого можно будет делать. В противном случае вы можете вляпаться еще в одну неприятную ситуацию, и оплеваться. И подходя к итогу, то есть ты все выиграл, сейчас ты ждешь, пока вернется дело сюда, чтобы можно было, так сказать, запустить процесс выплат. Сколько по времени тебе обещают, и какие вообще подводные камни сейчас еще могут быть? Ну, в установленной законом сроке дело должно вернуться в течение двух недель. Так, вот. Ну, бывают проволочки, дело там не отправляют, теряется там. Это юристы рассказывали? Это как бы и на сайте МОЗ обл. суда есть. Ну, надеюсь, у меня будет все нормально, дело отправят. Но при этом самое страшное, что может случиться, то есть со стороны уже государства, можно еще прожать полгода, правильно, и только после этого запустить процесс дальше. Ну, получается, что да, да. И, казалось бы, сделать ОСАГО на тот автомобиль, который попал в ДТП, да, который был виновником, было там в районе 6-8 тысяч. Там старая машина, человек взрослый, стаж большой, но не сделал. И вот из-за каких-то 6-8 тысяч рублей он как минимум заплатил юристу своему там, который откладывал эти дела, переносил. Они ему предлагали вообще 50 тысяч, говорят, мол, полтинник тебе и все, расход. Просто кратенько свое мнение. Как вот ты видишь, круто все это работает в нашей стране или не круто? Я считаю, что изначально вот эта вся система ОСАГО, она построена неправильно. Даже в других странах отсутствие ОСАГО, это проблема для виновника ДТП. А у нас это проблема для невиновника ДТП. И вот из всей этой ситуации я понял, что надо делать доп. полюс. Он делается не во всех страховых, а у нас в Московской области только в одной. И его стоит он порядка 5 тысяч, и лучше заплатить за него, чтобы хотя бы что-то получить тогда со страховой. Друзья, вот такой вот сюжет. Вы поймите правильно, это очень полезная тема, потому что тысячи, миллионы автомобилей каждый день катаются по дорогам. И ты передвигаешься, ты профессионал, никто в этом не спорит. Ты никогда не участвовал в ДТП, все классно. У тебя чин-чинарем, так сказать, все документики лежат. Вот кто-нибудь приедет и пиши пропало. Самое страшное, что может случиться, что в тебя въехал какой-то автомобиль, который находится в аресте, и вообще не должен передвигаться по дороге. Я за рулем сидит человек, который совсем с другой стороны, и, так сказать, не должен находиться на территории нашей страны. В этом случае просто пиши пропало, если у тебя нет расширенного полиса, если у тебя нет каска. Потому что это действительно будет большая проблема. Всем тем, кто писал, я вот езжу без ОСАГО, друзья, не нужно этого делать. Вот будьте просто людьми. Вот каждый из нас может осмотреться, не туда посмотрел, не затормозил. Въехал, и потом проблема будет для честного человека. Поэтому обязательно делайте страховки, соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте дистанцию, не жмитесь вы никому. Вот такая получилась история. Я надеюсь, вам это было полезно. Друзья, ближайший видеоролик у нас будет интересный. У нас будет Mercedes S-класса. Но мы будем делать не просто на него обзор, а мы пообщаемся с владельцем этого автомобиля. Послушаем, как это так он хорошо живет, или он много работает, чем он занимается, как ему удается содержать этот автомобиль при условии того, что он его купил на вторичном рынке. Двух-трех годовалая машинка, свеженькая. Этот ролик выйдет уже совсем скоро. Поэтому подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, пишите ваше мнение в комментарии, давайте полезные советы, ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом пока что все. До новых встреч. Всем пока-пока.